Сериалы обладают уникальной способностью переносить нас в новые миры, знакомить с новыми судьбами и глубоко затрагивать наши сердца. Когда мы погружаемся в истории и персонажей на экране, мы можем испытать ряд эмоций, которые могут остаться с нами еще долго после титров. От захватывающего сюжета до выдающихся актерских работ, этот сериал – настоящий шедевр, который нельзя пропустить. Давайте углубимся и посмотрим поближе. Сюжет захватывающий, персонажи симпатичные, а исполнение просто великолепное. Отступительной сцены до финальных титров этот сериал будет держать вас в напряжении и оставит неизгладимые впечатления. Кинематография захватывает дух, каждый кадр тщательно продуман, чтобы погрузить зрителей в историю. Саундтрек прекрасно дополняет визуальные эффекты, усиливая эмоциональное воздействие каждой сцены. Сценарий написан умно, и в то же время он может быть интересным и глубоко трогательным. Актеры демонстрируют одни из лучших выступлений в своей карьере, воплощая своих персонажей в жизнь со всеми нюансами и достоверностью. У каждого актера был момент, чтобы проявить себя, и вместе они создают динамичную и незабываемую химию на экране. Есть что-то поистине волшебное в походе на премьеру фильма в кинотеатре. С того момента, как вы войдете внутрь, вы почувствуете предвкушение в воздухе. Как будто все ждут чего-то невероятного и знают, что находится в нужном месте, чтобы испытать это. Стены украшены афишами фильмов, а над головой мерцают яркие разноцветные огни. Как будто кинотеатр готовится перенести вас в совершенно другой мир. И когда вы пробираетесь к своему месту, вы не можете не чувствовать волнение, бурлящее внутри вас. Когда гаснет свет, вы усаживаетесь в кресло и позволяете себе увлечься волшебством большого экрана. Каждая деталь, каждый звук и каждый момент предназначены для того, чтобы погрузить вас глубже в историю, разворачивающуюся перед вашими глазами. И когда фильм наконец начинается, вы полностью сметены. Вы больше не в кинотеатре, вы в совершенно другом мире. Вы живете и дышите историей вместе с персонажами, чувствуя каждую эмоцию, как если бы она была вашей собственной. Но не только сам фильм делает этот опыт таким особенным. Это общее чувство удивления и волнения, которое пронизывает весь кинотеатр. Вздохи, смех и аплодисменты – все это добавляет опыта, делая его похожим на коллективные мероприятия. И когда фильм наконец заканчивается, у вас остается ощущение, что вы были в диком приключении. Выходишь из кинотеатра с чувством радости, удивление и удовлетворение. Это уникальный опыт, которым мы всегда будем дорожить. В мире, где мы все так заняты и рассеяны, поход на премьеру фильма дает возможность замедлиться и восстановить связь с магией кино. Это напоминание о том, что истории могут нас увлечь, фильмы могут вдохновить и что общий опыт может сблизить нас. Добро пожаловать в мир развлечений 21 века, где компьютерная графика стала неотъемлемой частью кино и телеиндустрии. От захватывающих дух пейзажей до реалистичных динозавров, компьютерная графика произвела революцию в том, как мы рассказываем истории на экране. Но почему использование компьютерной графики стало настолько распространенным? Проще говоря, это потому, что они позволяют кинематографистам создавать вещи, которые невозможно или непомерно дорого сделать в реальной жизни. Хотите показать инопланетное вторжение на Землю? С компьютерной графикой проблем нет. Хотите воссоздать историческое событие, такое как крушение Титаника? Компьютерная графика может помочь в этом. Но речь идет не только о создании вещей, которые невозможны в реальной жизни. Компьютерная графика также может помочь сделать вещи более реальными. Например, представьте, что вы снимаете сцену в городе, но перекрывать улицы и привлекать всех людей и автомобили слишком дорого. Компьютерную графику также можно использовать для создания виртуальных декораций, которые можно использовать для съемок сцен в местах, которые слишком опасны или непрактичны для съемки. С помощью компьютерной графики вы можете создать цифровую версию города и добавить туда всех людей и автомобили, давая вам более убедительную сцену. Еще одна причина, по которой компьютерная графика в фильмах и сериалах так распространена, заключается в том, что она экономит время и деньги. В прежние времена кинематографистам приходилось создавать сложные декорации и модели, чтобы воплотить свое видение на экране. Это потребует много времени и ресурсов. Но с компьютерной графикой вы можете создавать все, что вам нужно в цифровом виде, что может сэкономить много времени и денег. Но несмотря на вызовы, компьютерная графика стала неотъемлемой частью индустрии кино, и без нее сложно представить мир. От эпических сражений до ошеломляющих визуальных эффектов. Компьютерная графика позволила нам рассказывать истории способами, которые когда-то были невозможны. Одним из часто упускаемых из виду аспектов производства является звукозапись, которая играет решающую роль в конечном продукте. Захват звука во время видеосъемки – тонкое искусство, требующее квалифицированной команды профессионалов. От помощника оператора, который держит микрофон на длинной стойке для записи диалогов, до звукорежиссера, который уравновешивает уровни различных звуковых дорожек. Каждый член звуковой бригады играет важную роль. Но захват звука не всегда прост. Окружающий шум, например гул кондиционера или гул пролетающего самолета, может мешать диалогу. Актеры, которые перемещаются по съемочной площадке, могут создавать нежелательные звуки, отвлекающие от съемок. А съемки на открытом воздухе могут быть особенно сложными, так как ветер и дождь и другие факторы могут ухудшить качество звука. Несмотря на эти проблемы, звукозапись является важным компонентом кинопроизводства. А благодаря достижениям в области технологий этот процесс стал более точным и детализированным, чем когда-либо прежде. От передовых микрофонов до сложного программного обеспечения. Профессионалы в области звука имеют в своем распоряжении множество инструментов для записи идеального звучания. Действительно, звукозапись – это часто недооцениваемый аспект кинопроизводства. Но без нее конечный продукт был бы неполным. Звуковые элементы постановки могут создать или разрушить сцену. А плохо записанный или смешанный звук отвлечет зрителей от истории и отвлечет внимание от общего впечатления. Помимо своей важности в кино и на телевидении, звукозапись также играет решающую роль в других формах медиа, таких как подкасты, компьютерные игры и виртуальные реальности. Каждый носитель представляет свои уникальные проблемы, но принципы звукозаписи остаются прежними. Это захват и обработка звука для создания увлекательного опыта для аудитории. Звукозапись – это не просто технический процесс, это вид искусства, требующий творчества, интуиции и глубокого понимания эмоционального воздействия звука. От тонкого шелеста листьев до оглушительного грохота взрыва. Каждый звук способен вызвать определенную эмоцию и улучшить историю, рассказываемую на экране. В мире, где технологии постоянно развиваются, профессионалы в области звука должны продолжать адаптироваться и вводить новшества, чтобы идти в ногу с постоянно меняющимися требованиями отрасли. Их мастерство и опыт могут остаться незамеченными, но их вклад в конечный продукт неизмерим. Режиссеры – невоспетые герои киноиндустрии. Это провидцы, которые воплощают истории в жизнь, превращая слова на страницы в увлекательные изображения на большом экране. Но за блеском и гламуром Голливуда скрывается целый мир проблем и препятствий, с которыми приходится сталкиваться режиссером во время съемок. Одна из самых больших трудностей, с которыми сталкиваются режиссеры – управление эго-актеров. Некоторым актерам требуется особое отношение или предъявляются особые требования, которые может быть сложно удовлетворить. Управление этими личностями требует тонкого баланса дипломатии и такта, а также сильных лидерских качеств. Еще одна проблема связана с непредсказуемым характером кинопроизводства. Независимо от того, сколько планирования и подготовки уходит на проект, в любой момент могут возникнуть неожиданные препятствия. Погода может измениться, оборудование может выйти из строя, могут произойти несчастные случаи. Режиссеры должны уметь думать на ходу и придумывать творческие решения, чтобы производство продвигалось вперед. Время – еще один враг, с которым режиссеры должны бороться. Графики съемок часто бывают плотными, и всегда есть необходимость не сбиться с пути и не выходить за рамки бюджета. Это означает, что режиссеры должны эффективно распоряжаться своим временем, принимать быстрые решения и внимательно следить за временем. Техническая сторона кинопроизводства также может представлять трудности для режиссеров. Они должны тесно сотрудничать с оператором, чтобы добиться желаемого внешнего вида фильма. Это требует глубокого понимания, какие нужны ракурсы, освещения и других технических аспектов кинопроизводства. Наконец, режиссеры должны также управлять ожиданиями производителей, инвесторов и других заинтересованных сторон. Они должны сбалансировать творческое видение фильма с коммерческими реалиями индустрии. Это означает принятие трудных решений и компромиссов, которые могут повлиять на конечный продукт. Несмотря на эти проблемы, награды кинопроизводства неизмеримы. Для режиссеров возможность воплотить свое творческое видение в жизнь – это сбывшаяся мечта. А для зрителей возможность ощутить магию кино – это незабываемое впечатление. Вы когда-нибудь смотрели фильм или сериал и оказывались полностью погруженными в мир на экране? Персонажи, история и диалоги могут быть важными элементами. Но именно декорации могут по-настоящему перенести вас в другое место и время. Декорации – это больше, чем просто фон для действия. Это неотъемлемая часть процесса повествования, визуальное представление мира, в котором живут персонажи. Правильные декорации могут создать настроение, вызвать эмоции и добавить глубины повествованию. Представьте себе вестерн без потрясающих видов американской границы, или научно-фантастический фильм без футуристических пейзажей, переносящих вас в другой мир. Декорации помогают создать ощущение места и времени, вовлекая вас в историю и заставляя поверить в мир на экране. Но дело не только в создании правдоподобного мира. Декорации также можно использовать для придания истории символизма и смысла. Подумайте о зловещем и мрачном замке из фильма ужасов, или об идилической и залитой солнцем сельской местности из романтической комедии. Эти настройки говорят нам кое-что о тоне и темах истории. Декорации также могут использоваться для отражения эмоционального состояния персонажей. Мрачный, дождливый пейзаж может отражать печаль или отчаяние персонажа, в то время как яркая солнечная сцена может указывать на его счастье или надежду. Одна из замечательных особенностей декораций заключается в том, что их можно использовать по-разному. Их можно использовать для создания напряжения, создания настроения, или просто для того, чтобы сделать сцену более визуально интересной. Возможности безграничны. Конечно, дело не только в том, что на экране. Правильный саундтрек может улучшить декорации и оживить их. Звук волн, разбивающихся о пляж или щебетание птиц в лесу могут создать ощущение атмосферы, которая еще больше увлечет вас в историю. Нельзя отрицать, что актеры являются одними из самых высокооплачиваемых профессионалов в индустрии развлечений. В то время как некоторые актеры получают огромные зарплаты, достигающие десятков миллионов долларов, другие с трудом сводят концы с концами. На самом деле, подавляющее большинство актеров зарабатывают очень мало денег на своем ремесле. И лишь немногие избранные достигают высших эшелонов славы и богатства. Так что же определяет зарплату актера? В игру вступает множество факторов, в том числе их опыт, размер и масштаб проекта, над которым они работают. И даже их репутация. Но как насчет подающих надежды актеров, которые еще не достигли такого уровня славы и признания? Ну, их зарплаты могут сильно различаться в зависимости от проекта. Независимые фильмы, например, часто имеют гораздо меньшие бюджеты, чем блокбастеры. А это означает, что актерам может потребоваться сокращение заработной платы, чтобы участвовать в проекте. А еще есть актеры, работающие в театре, где зарплаты могут быть еще более непредсказуемыми. В то время как некоторые звезды Бродвея могут зарабатывать более 100 тысяч долларов в неделю, многие актеры региональных театров зарабатывают гораздо меньше. Иногда всего несколько сотен долларов в неделю. Конечно, не только актеры зарабатывают деньги в индустрии развлечений. Режиссеры, продюсеры и сценаристы также получают высокие зарплаты. И даже члены съемочной группы, работающие за кулисами, могут неплохо зарабатывать. Но нельзя отрицать, что актеры являются публичным лицом индустрии. И поэтому они часто несут на себе основную критику, когда обсуждаются зарплаты. Дело не только в размере зарплаты. Актеры также могут вести переговоры о дополнительных возможностях, таких как процент от прибыли, бонусы за достижение определенных этапов или даже права собственности на производство. Традиционно актеры получали фиксированную плату за свою работу. Этот гонорар будет оговариваться до начала производства, и актер получит его независимо от того, насколько успешным окажется проект. Но в последние годы появилась новая тенденция – платить актерам процент от прибыли. На первый взгляд это может показаться более справедливым способом вознаграждения актеров. Ведь если проект удался, то и актеры, которые над ним работали, должны разделить этот успех. Но как и в большинстве случаев в индустрии развлечений, все не так просто. Во-первых, не каждый проект гарантированно приносит прибыль. На самом деле, многие проекты никогда не окупают свои производственные затраты, не говоря уже о прибыли. В этих случаях актеры, работавшие над проектом, оставались бы ни с чем, даже если бы они вложили месяцы напряженной работы. Несмотря на эти проблемы, многие актеры по-прежнему готовы рискнуть и получить процент от прибыли. Во-первых, это может быть отличным способом заработать больше денег, если проект преуспеет. Но помимо этого, это также может быть способом для актеров продемонстрировать свою веру в проект и показать, что они готовы тяжело работать, чтобы добиться успеха. В последние годы в индустрии развлечений наблюдается замечательная тенденция переделывать классические фильмы и сериалы. Ремейки от любимых детских фильмов до культовой классики в наши дни кажутся повсюду. Этот всплеск ремейков вызвал споры как среди зрителей, так и среди критиков, одни хвалят новые интерпретации, а другие критикуют их как ленивые попытки нажиться на ностальгии. Итак, что движет этой тенденцией? Одним из факторов, несомненно, является сила ностальгии. У всех нас есть воспоминания о просмотре определенных фильмов или сериалов с семьей и друзьями, и возможность вернуться к этим воспоминаниям может быть неотразимой. Ремейки позволяют нам пережить этот опыт, наслаждаясь современными ценностями и обновленными сюжетными линиями. Но одна только ностальгия не может объяснить широкую популярность ремейков. Еще одна причина их популярности – то, как они могут вдохнуть новую жизнь в знакомые истории. Отличный ремейк может взять любимую классику и сделать ее свежей и актуальной для нового поколения. Обновляя обстановку, персонажей или темы, ремейк может использовать текущие культурные тенденции и общаться с более молодыми зрителями. Конечно, не все ремейки одинаковы. Некоторые из них плохо выполнены и не могут передать магию оригинала. Лучшие ремейки обеспечивают баланс между уважением к исходному материалу и привнесением чего-то нового. Недавний всплеск ремейков – сложное явление, которое говорит о нашей ностальгии, нашем желании по-новому взглянуть на знакомые истории. Любите вы их или ненавидите, ремейки никуда не денутся. И будет интересно посмотреть, как они будут развиваться в ближайшие годы. Снять фильм – немалый подвиг. От написания сценария до кастинга каждый шаг требует усилий, и, конечно же, денег. А как мы все знаем, чем больше фильм, тем больше бюджет. Но с появлением инди-фильмов и демократизацией кинооборудования, возможно ли удешевлять фильмы без ущерба для качества? Давайте взглянем на некоторые расходы, связанные с созданием фильма. Прежде всего, – это цена таланта. Знаменитые актеры и режиссеры обходятся недешево, и их зарплата может составлять значительную часть бюджета. Затем идут затраты на производство. Костюмы, декорации, спецэффекты и так далее. И давайте не будем забывать о затратах на маркетинг, которые легко могут исчисляться миллионами долларов. Но, возможно, самым большим изменением в удешевлении фильмов стало развитие цифровых технологий. С появлением доступных цифровых камер и программного обеспечения для монтажа, кинематографистам больше не нужно полагаться на дорогую кинопленку или оборудование для постпродакшна. Это открыло совершенно новый мир возможностей для независимых кинематографистов, которые теперь могут снимать высококачественные фильмы с относительно небольшими бюджетами. Конечно, всегда будут высокобюджетные блокбастеры, на создание которых уходят миллионы долларов. Но демократизация кинопроизводства привела к появлению нового поколения кинематографистов, которые используют творческий подход и находчивость для создания фильмов. Столь же убедительных, если не более привлекательных, чем их высокобюджетные аналоги. Более того, удешевление фильмов не обязательно означает жертвование художественным видением. На самом деле, ограниченный бюджет может заставить кинематографистов быть более креативными и мыслить нестандартно. Они могут исследовать нетрадиционные методы повествования, использовать практические эффекты вместо дорогой компьютерной графики и полагаться на звуковой дизайн для создания атмосферы вместо дорогих декораций. Это может привести к созданию более оригинальных и запоминающихся фильмов, поскольку они выделяются из толпы высокобюджетных блокбастеров. Голливудские студии, как правило, перестраховываются и придерживаются проверенных формул, поскольку они не хотят вкладывать миллионы долларов в непроверенные концепции. Но независимые кинематографисты могут позволить себе рискнуть и раздвинуть границы киноиндустрии. Это может привести к новаторским фильмам, которые бросают вызов нашим предположениям и расширяют наши горизонты. Когда дело доходит до съемок фильма или сериала, все продумано до мельчайших деталей. Сценарии пишутся и репетируются, декорации проектируются и строятся, актеры подбираются. Однако даже при всем этом планировании всегда остается место для импровизации. На самом деле, некоторые из самых знаковых моментов в истории кино и телевидения стали результатом импровизации. Искусство импровизации – это мощный инструмент в руках умелого актера. Но что такое импровизация и как она работает на съемочной площадке? По своей сути, импровизация – это акт спонтанного создания чего-либо в данный момент без предварительного планирования или подготовки. В контексте актерской игры это может включать в себя создание новой линии диалога на месте, неожиданную реакцию на партнера по сцене или даже импровизацию всей сцены с нуля. Несмотря на трудности, многие актеры используют возможность импровизировать на съемочной площадке. Для одних импровизация – это способ привнести спонтанность и энергию в свои выступления, а для других – это шанс проявить себя творчески и пойти на риск. Прелесть импровизации в том, что она может принимать разные формы. Иногда это простая импровизированная фраза, добавляющая сцене нотку юмора или пафоса. В других случаях это совершенно новая сцена, возникающая в момент вдохновения на съемочной площадке. А еще бывают моменты чистого хаоса, когда актер выходит за рамки сценария, а всем остальным приходится изо всех сил стараться не отставать. Но независимо от того, какую форму она принимает, импровизация всегда захватывающая. Это шанс увидеть самых творческих и смелых актеров, раздвигающих границы возможного на экране. Конечно, не все режиссеры – любители импровизации. Некоторые предпочитают придерживаться сценария, опасаясь, что излишняя импровизация нарушит темп или тон сцены. Другие приветствуют это с распростертыми объятиями, зная, что лучшие моменты в кино и на телевидении часто случаются, когда актерам предоставляется свобода играть. Когда дело доходит до актерского мастерства, физическая подготовка часто рассматривается как дополнительная опция. Но для актеров, которые хотят показать себя с лучшей стороны и вывести свое мастерство на новый уровень, поддержание здоровья тела и разума абсолютно необходимо. Во-первых, физическая подготовка имеет решающее значение для способности актера играть сложные роли. Будь то физически сложная боевая сцена или длинный монолог, хорошая физическая форма может иметь решающее значение для способности актера убедительно сыграть роль. Выносливость, сила и гибкость являются ключевыми компонентами физической подготовки, которые могут помочь актеру оставаться на вершине своей игры. Помимо непосредственных требований работы, физическая подготовка также может оказать глубокое влияние на общее самочувствие актера. Доказано, что регулярные физические упражнения снижают стресс, улучшают настроение и улучшают когнитивные функции. В такой требовательной и конкурентной сфере, как актерское мастерство, эти преимущества могут иметь неоценимое значение для психического и эмоционального здоровья актера. Но физическая подготовка – это не только посещение тренажерного зала или пробежка. Это также забота о своем теле и разуме другими способами. Здоровое питание – достаточное количество сна и время для ухода за собой. Все это важные компоненты физической подготовки, которые могут помочь актеру чувствовать себя лучше как на съемочной площадке, так и вне ее. Уделяя первоочередное внимание своему здоровью и благополучию, актеры могут улучшить свои выступления, расширить свои карьерные перспективы и наслаждаться более счастливой и полноценной жизнью как на сцене, так и за ее пределами. При этом важно помнить, что избыточный вес не обязательно означает, что актер менее талантлив или менее способен. Есть много успешных актеров, которые не соответствуют типичному голливудскому шаблону и добились успеха, используя свою уникальную внешность и таланты. Более того, индустрия развлечений медленно, но верно становится все более инклюзивной и принимает различные типы телосложения. Теперь у актеров с избыточным весом больше возможностей найти работу, и многие постановки активно ищут исполнителей с разным опытом. Приглушенный свет, попкорн в руках. Предвкушение нарастает, когда начинаются вступительные титры. Просмотр фильма или сериала – это любимое времяпрепровождение для многих. Но бывают случаи, когда лучше просто нажать кнопку «Стоп» и двигаться дальше. Как понять, что фильм или сериал тратит ваше драгоценное время? Вот некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание. Прежде всего, если сюжет не захватит вас в течение первых 15 минут, скорее всего он не станет лучше. Мы все виноваты в том, что держимся за фильм или сериал, надеясь, что он улучшится. Но чаще всего это просто становится пустой тратой времени. Если вы не зацепились в первые минуты, пришло время переключиться на что-то другое. Если вы обнаружите, что проверяете свой телефон или отвлекаетесь во время просмотра, то это признак того, что фильм или сериал не удерживают ваше внимание. У вас может возникнуть соблазн многозадачности. Но если вы не полностью погрузитесь в историю, вы упустите ключевые детали. Наконец, обратите внимание на общий тон фильма или сериала. Если он слишком темный, жестокий или депрессивный, возможно он не стоит вашего времени. Выбор фильма или сериала может быть непростой задачей, но учитывая свое настроение, интересы, отзывы и рекомендации, вы сможете найти идеальный вариант для следующего просмотра. Так зачем довольствоваться одним и тем же, когда есть целый мир развлечений? Киноиндустрия – это бурлящий улей, в котором бесчисленное количество людей неустанно трудятся за кулисами, чтобы воплотить истории в жизнь на большом экране. Это масштабные мероприятия, и для того, чтобы все прошло гладко, необходима огромная команда людей. Но что именно входит в производство фильма и сериала? Съемочная группа состоит из множества отделов, у каждого из которых есть свои специфические задачи и обязанности. От постановочного дизайна до костюмов и грима, от кинематографии до звукового дизайна. Существует бесчисленное множество элементов, о которых необходимо позаботиться, чтобы создать успешный фильм. И в каждом отделе есть своя команда квалифицированных специалистов, работающих в унисон, чтобы воплотить замысел директора в реальность. Это немного похоже на хорошо смазанную машину, где каждая отдельная часть работает в гармонии с другими. Но дело не только в том, что каждый занимается своим делом, ключевое значение имеет общение. Каждый отдел должен быть в постоянном контакте друг с другом, чтобы все было слажено и работало для достижения одной цели. И не только разные отделы должны быть синхронизированы. Режиссер и продюсер также должны тесно сотрудничать, чтобы фильм или сериал не сбивались с пути и соответствовали их видению. Между съемочными группами существует настоящее чувство товарищества. С долгим рабочим днем и сжатыми сроками важно, чтобы все могли положиться друг на друга и работать вместе как одна команда. И с приливом адреналина, который приходит с волнением от создания чего-то особенного. Нередко можно увидеть улыбки на лицах всех, даже после изнурительного дня на съемочной площадке. Не только актеры оживляют фильм или сериал, но и армия опытных профессионалов, работающих за кулисами. Каждый из которых вносит свой вклад в создание чего-то действительно особенного. Но с правильной командой и правильным отношением все возможно. И давайте не будем забывать об исчисленных часах подготовки к съемкам фильма еще до того, как будет включена хотя бы одна камера. От написания сценария до кастинга, от поиска локации до создания раскадровки. Этап подготовки также важен, как и сама съемка. В конце концов, успешный фильм – это результат бесчисленных часов напряженной работы и самоотверженности огромной команды людей. От стадии подготовки к финальному редактированию каждый отдел должен работать вместе, чтобы создать что-то действительно особенное. И хотя это не всегда легко, конечный результат того стоит. Актерское мастерство часто считается одной из самых гламурных профессий в мире. От красных дорожек до высокобюджетных съемочных площадок актеры постоянно находятся в центре внимания. Однако, искусство актерского мастерства – это гораздо больше, чем просто надевание костюма и произнесение реплик. Речь идет о воплощении персонажа, становлении кем-то совершенно отличным от себя. Процесс превращения в персонажа может оказаться непростой задачей даже для самых опытных актеров. Это требует глубокого понимания личности персонажа, его мотивов и эмоций. Актер должен быть в состоянии полностью погрузиться в мир персонажа и достоверно передать его мысли и действия. Давление, связанное с работой в сжатые сроки, может быть невыносимым. Необходимость каждый раз показывать убедительную игру может сказаться на психическом и физическом здоровье актера. Постоянное давление, чтобы оправдать ожидания, может быть утомительным. И многие актеры изо всех сил пытаются сохранить свою концентрацию и энергию на протяжении всего съемочного процесса. Несмотря на эти проблемы, награда за воплощение персонажа может быть огромной. Когда актер успешно перевоплощается в персонажа, он привносит в роль уникальный вид, который может очаровать зрителей и оставить неизгладимые впечатления. Способность переносить зрителей в другой мир и вызывать сильные эмоции – вот что делает актерское мастерство такой мощной формы искусства. Однако сложность перевоплощения в персонажа может варьироваться в зависимости от типа роли и опыта актера. Например, некоторым актерам может быть легче превратиться в персонажа, который имеет те же черты или опыт, что и они сами. Многие актеры считают процесс превращения в персонажа одним из самых полезных аспектов своей профессии. Это позволяет им исследовать различные аспекты себя и уникальным образом связываться с окружающим миром. Процесс трансформации также может быть терапевтическим для актеров, позволяя им исследовать сложные эмоции и переживания, которые в противном случае у них, возможно, не было бы. Нужны ли титры, если их никто не читает? В конце концов, зачем тратить драгоценное время и деньги на то, что никто никогда не увидит и не оценит? Это серьезная проблема, но ответ не так прост, как вы думаете. Титры являются неотъемлемой частью любого фильма или сериала. Они служат способом признать тяжелую работу и самоотверженность сотен людей, которые внесли свой вклад в проект. Каждый человек, от режиссера и актеров до съемочной группы и звукооператоров, играет жизненно важную роль в воплощении истории в жизнь. Титры позволяют нам признавать и ценить усилия, затраченные на создании наших любимых фильмов и сериалов. Но что, если их никто не читает? Значит ли это, что они не нужны? Не обязательно. То, что люди не ищут активно титры, не означает, что они не важны. Подумайте об этом. Когда вы в последний раз смотрели фильм и сразу же выключали его, как только пошли титры? Скорее всего, вы, вероятно, позволили им играть в фоновом режиме, пока проверяли свой телефон или убирались в гостиной. Титры, возможно, не были главной достопримечательностью, но они все еще были там, молча выполняя свою работу. Кроме того, титры служат практической цели, выходящей за рамки простого признания. Они часто используются как способ документирования юридических и финансовых аспектов производства. Контракты, лицензионные соглашения и уведомления об авторских правах часто включаются в титры, что делает их неотъемлемой частью юридической документации проекта. Без них могут быть серьезные юридические и финансовые последствия. Титры также могут быть способом почтить наследие тех, кто скончался. Многие фильмы и сериалы включают в титры сегменты памяти, чтобы отдать дань уважения актерам или членам съемочной группы, которые скончались. Эти сегменты служат трогательным напоминанием о влиянии этих людей на проект и отрасль в целом. Может показаться, что титры не нужны, и их никто не читает. Но на самом деле они являются неотъемлемой частью кино и телеиндустрии. Они служат практическим, символическим и сетевым целям и признают тяжелую работу и самоотверженность сотен людей, которые вносят свой вклад в каждый проект. Фильмы или сериалы – вечный вопрос, который терзает умы любителей развлечений повсюду. Оба формата имеют свою уникальную привлекательность, но какой из них лучше? Ответ не так прост, как можно подумать. Все зависит от того, что вы ищете. Кино всегда было популярным форматом для вечернего развлечения. Фильмы предлагают полную историю за короткий промежуток времени, обычно продолжительностью не более двух-трех часов. Это означает, что история должна быть лаконичной и по существу, оставляя мало места для развития персонажей или замысловатых поворотов сюжета. Тем не менее, ограниченные временные рамки также означают, что фильмы должны быть насыщенными действиями и захватывающими от начала до конца. Они должны захватить внимание зрителя. Но пока не сбрасывайте со счетов сериалы. Благодаря более длительному времени просмотра, сериалы обладают уникальной способностью полностью развивать персонажей и сюжетные линии в течение нескольких сезонов. Мы вкладываемся в жизнь персонажей, наблюдая, как они растут и меняются так, как фильмы просто не могут сравниться. А с появлением стриминг-сервисов мы теперь можем смотреть целые сезоны за один присест, погружаясь в мир на несколько часов подряд. Конечно, у обоих форматов есть недостатки. Фильмы часто могут казаться поспешными, а важные детали упущены из-за нехватки времени. И хотя у сериалов больше времени для конкретизации сюжетных линий, они также могут страдать от второстепенных эпизодов, которые мало способствуют развитию сюжета. Кроме того, с таким количеством доступных вариантов сериалов, может быть сложно решить, что смотреть дальше. Каждый формат предлагает что-то уникальное и ценное, и в конечном итоге все сводится к личным предпочтениям. Являетесь вы поклонником величия большого экрана или же глубины развития персонажей в сериалах, но все же нельзя отрицать, что оба вида развлечений имеют свою собственную магию. Кастинг на роли в фильмах и сериалах – увлекательный процесс, требующий большого мастерства и опыта. Это первый и один из самых важных шагов в создании фильма или сериала, так как он может решить судьбу проекта. Успешный кастинг может поднять сценарий на совершенно новый уровень, а неудачный может его испортить. Давайте подробнее рассмотрим процесс кастинга и то, что делает его успешным. Первым шагом в кастинге является определение ролей и характеристик персонажей. Это делают сценаристы и режиссеры, которые вместе создают подробные описания каждого персонажа. Они учитывают такие факторы, как возраст, пол, личностные качества и внешний вид. Это описание затем используется для создания разбивки по кастингу, которая представляет собой документ, рассылаемый директорам по кастингу и агентам. Следующим шагом является выбор правильного кастинг-директора. Это важное решение, поскольку директор по кастингу отвечает за поиск актеров, которые воплотят персонажей в жизнь. Директор по кастингу тесно сотрудничает с режиссером и продюсерами, чтобы понять ведение проекта и определить, какие актеры нужны. Как только директор по кастингу выбран, начинаются поиски актеров. Это может включать различные методы, в том числе проведение прослушиваний, поиск в базах данных талантов и обращение к агентам. Директор по кастингу может также посещать театральные представления и кинофестивали в поисках талантов. Когда у кастинг-директора есть список потенциальных актеров, они начинают процесс прослушивания. Это нервный опыт для актеров, поскольку они должны выступать перед судейской коллегией, которая решит, подходят ли они для этой роли. Процесс прослушивания может быть разным, но обычно он включает в себя чтение строк из сценария и иногда импровизацию. После прослушивания директор по кастингу и продюсеры рассматривают выступления и решают, какие актеры лучше всего подходят для каждой роли. Они учитывают такие факторы, как химия с другими актерами, способность передать эмоции и личность персонажа, а также общую производительность. После того, как актеры выбраны, они проходят процесс переговоров по контракту. Это может включать в себя много переговоров между агентами актеров и продюсерами, поскольку они работают над согласованием заработной платы и других деталей контракта. Когда все согласовано, актеры подписывают контракты и проект продвигается вперед. Когда фильму не удается окупить свой бюджет, это может иметь серьезные последствия для всех участников. Прежде всего студия, которая продюсировала фильм, понесет финансовый удар. Они вложили миллионы долларов в проект, который не окупился, и они будут изо всех сил пытаться возместить свои потери. Это может привести к увольнениям, сокращению бюджета и даже банкротству в некоторых случаях. Но не только студия страдает, когда фильм терпит неудачу. Актеры, режиссеры и члены съемочной группы, работавшие над проектом, также могут столкнуться с последствиями. Неудачный фильм может повредить их репутации и затруднить получение работы в будущем. Однако влияние провального фильма не ограничивается только финансовыми потерями. Это также может оказать глубокое влияние на отрасль в целом. Если слишком много фильмов не окупит бюджет, инвесторы могут опасаться вкладывать деньги в новые проекты. Это может привести к уменьшению количества производимых фильмов и потере творчества в отрасли. Итак, в чем причина провала фильма? На это влияет множество факторов, в том числе плохой маркетинг, неудачное время и слабые отзывы. Иногда фильм просто не находит отклика у зрителей, как надеялись создатели фильма. В других случаях внешние факторы, такие как глобальная пандемия, могут полностью подорвать шансы фильма на успех. Но то, что фильму не удается окупить свой бюджет, не означает, что это полная катастрофа. Некоторые фильмы стали культовой классикой, любимой зрителями спустя долгое время после их первого выхода. И даже если фильм не имеет успеха у критиков или коммерческого успеха, опыт его создания все равно может быть ценным для всех участников. В конце концов, киноиндустрия – это азартная игра. Каждый раз, когда студия вкладывает в проект миллионы долларов, она рискует. Иногда этот риск окупается, а иногда нет. Но даже когда фильму не удается окупить свой бюджет, важно помнить, что всегда есть уроки, которые нужно извлечь, и новые возможности на горизонте. Многие любители кино оказывались полностью захваченными новым сериалом, с нетерпением ожидая следующего сезона. А затем внезапно узнавали, что сериал неожиданно закрыли. Это разочаровывающий опыт, и он стал слишком распространенным в последние годы. Так почему же сериалы заканчиваются после всего лишь одного сезона? Давайте рассмотрим некоторые причины этого явления. Одна из самых распространенных причин, по которой сериал заканчивается всего через один сезон – это низкие рейтинги. Ни для кого не секрет, что телевизионные сети занимаются зарабатыванием денег. И если сериал не собирает столько зрителей, сколько они хотят, вряд ли его продлят на следующий сезон. В сегодняшнем переполненном телевизионном ландшафте, когда у зрителей есть бесчисленное количество вариантов того, что смотреть, новому сериалу может быть трудно прорваться и найти аудиторию. Еще один фактор, который может способствовать окончанию сериала после одного сезона – это творческие разногласия между создателями и каналом. Сериал может иметь уникальные видения и стиль, которые отличают его от других. Но если руководители сети не согласны с этим видением, они могут предпочесть закрыть сериал, вместо того чтобы попробовать что-то новое и необычное. Иногда сериал может закончиться после одного сезона просто потому, что оно задумывалось как ограниченная серия. В этом случае у создателей могла быть конкретная история, которую они хотели рассказать. И как только эта история была завершена, в дополнительных сезонах не было необходимости. Ограниченные серии становятся все более популярными в последние годы, и на то есть веские причины. Они дают создателям возможность рассказать полную и убедительную историю в рамках определенного количества эпизодов. Без необходимости придумывать новые сюжетные линии для продолжения нескольких сезонов. Ограниченные сериалы также могут привлечь знаменитых актеров, которые, возможно, не заинтересованы в длительном сериале, но рады перспективе работы над более коротким, более целенаправленным проектом. Еще одним преимуществом ограниченных сериалов является то, что они могут быть более экспериментальными и смелыми, чем традиционные проекты. Имея всего несколько серий для работы, создатели могут рисковать и раздвигать границы способами, которые могут быть невозможны с сериалами, рассчитанными на несколько сезонов. Ограниченные сериалы могут затрагивать сложную тему и могут быть более амбициозными в визуальном, а также повествовательном плане, чем другие сериалы. Один из самых удивительных моментов, которую мы склонны упускать из виду, это использование цвета. Кинематографисты используют цвет по-разному, чтобы усилить эмоциональность и атмосферу истории. Например, теплые цвета, такие как красный, оранжевый и желтый, создают ощущение тепла и волнения, а более холодные окраски, такие как синий и зеленый, создают спокойное и безмятежное настроение. Эти цвета могут использоваться для обозначения черт характера или даже предзнаменования событий. Также одной из самых удивительных деталей, которую мы склонны упускать из виду, является использование предзнаменований. Кинематографисты часто используют тонкие намеки на протяжении всего фильма или сериала, чтобы намекнуть на то, что будет дальше. Это можно сделать с помощью диалогов, визуальных подсказок или даже деталей фона. Эти намеки часто упускаются при первом просмотре, но становятся понятными при последующих. Прошли времена громоздких камер и дорогой втопленки. Современные кинематографисты имеют доступ к высококачественным цифровым камерам, легким и простым в использовании. Это позволяет им снимать потрясающие визуальные эффекты и рассказывать свои истории способами, которые раньше были невозможны. Но меняются не только технологии. То, как мы рассказываем истории, также изменилось. Сегодняшние кинематографисты более разнообразны, чем когда-либо прежде. Они привносят в киноиндустрию новые перспективы и свежие идеи. Они рассказывают истории, которые когда-то считались табу, и бросают вызов традиционным нарративам. Кинематографисты из разных слоев общества теперь получают возможность рассказать свои истории и поделиться своими уникальными взглядами. Это не только привело к более разнообразному и репрезентативному содержанию, но также позволило глубже понять и сочувствовать различным культурам. Фильмы и сериалы всегда были мощным средством повествования и развлечения. Но помимо своей основной цели, они также могут влиять на поведение, мнение и образ жизни зрителей в разных частях мира. От формирования политических взглядов до установления модных тенденций. Кино могут влиять на нашу жизнь множеством способов. Одним из наиболее важных способов влияния фильмов и сериалов на зрителей является создание культурных икон и героев. Эти персонажи становятся образцами для подражания для зрителей, формируя их ценности и отношения к различным аспектам жизни. Еще один способ, которым кино влияет на зрителей, это формирование их восприятия мира. Программы новостей и текущих событий могут влиять на общественное мнение по различным вопросам, от политических идеологий до социальных движений. Точно так же вымышленные фильмы и сериалы могут создавать стереотипы и предрассудки, которые могут влиять на то, как зрители воспринимают разные культуры и расы. Влияние культурных икон и героев выходит за рамки развлечения и может иметь последствия в реальном мире. Например, представление различных культур, рас и полов на экране может влиять на отношение общества к этим группам. Позитивное представление может бросить вызов стереотипам и способствовать сочувствию, в то время как отрицательное может увековечить вредные предубеждения и дискриминацию. Кроме того, культурные иконы и герои также могут влиять на поведение потребителей, особенно в индустрии моды и красоты. Например, популярность определенной прически, предмета одежды или макияжа на экране может привести к увеличению продаж этих продуктов. Точно так же изображение определенных образов жизни и ценностей на экране может повлиять на потребительский выбор. Например, на решение вести вегетарианский или веганский образ жизни. В каждом великом фильме или телесериале всегда есть персонажи, за которых мы болеем, которыми восхищаемся и с которыми отождествляем себя. Но как насчет персонажей, которых мы ненавидим? Это отрицательные персонажи, и они играют важную роль в привлечении зрителей и удержании их в напряжении. Отрицательные персонажи являются антитезой герою. Часто именно они создают напряжение и конфликт в истории, будь то из-за своих интриг и манипуляций, своей агрессии или мировоззрения. И все же мы не можем не быть очарованы ими. Возможно, это потому, что они представляют темную сторону человеческой природы, на которую мы все способны, но редко признаем. Или может быть это просто огромный интерес от наблюдения за кем-то, кто действует вне социальных норм и правил. Независимо от причины, отрицательные персонажи стали неотъемлемой частью повествования. Что делает великим отрицательных персонажей? Дело не только в том, чтобы быть злым или агрессивным. Лучшие отрицательные персонажи – это те, у которых есть глубина и сложность, которых мы можем понять на каком-то уровне, даже если мы не согласны с их действиями. У них есть предыстория, которая объясняет их мотивы, и их действия часто обусловлены чувством отчаяния, боли или травмы. Это полностью проработанные персонажи, а не просто картонные вырезки, предназначенные для того, чтобы их освистывали. Отрицательные персонажи также дают актерам возможность продемонстрировать свой диапазон и талант. Игра злодея или антигероя позволяет актерам исследовать более темные эмоции и мотивы, которые они не могут исследовать в более традиционных героических ролях. Игра отрицательного персонажа может быть палкой о двух концах для актеров. С одной стороны, это может быть прекрасной возможностью продемонстрировать свой диапазон и талант, а также по-новому и интересно пообщаться с аудиторией. С другой стороны, им также может быть трудно избавиться от негативных ассоциаций, связанных с игрой злодея или антигероя. Это явление может быть как благословением, так и проклятием для актеров. Также с одной стороны, это может помочь установить их наследие и закрепить их место в массовой культуре. А с другой стороны, это также может ограничить их возможности и затруднить их серьезные отношения к другим ролям. Вот почему для актеров так важно тщательно продумать типы ролей, которые они берут на себя, и убедиться, что в их портфолио есть самые разные персонажи. В конечном счете, по-настоящему великий актер способен превзойти своих отрицательных персонажей и создать новые и запоминающиеся роли, которые ценны сами по себе. То, что актер ассоциируется с определенной ролью, не означает, что он не может вырваться из этого шаблона и удивить публику чем-то совершенно другим. Вот что делает мир кино и телевидение таким захватывающим и непредсказуемым. В то время как актеры и актрисы могут быть в центре внимания, именно режиссеры являются истинным костяком любого фильма. Именно они вдыхают жизнь в сценарий и превращают его в визуальный шедевр, завораживающий зрителей. Однако это непростая задача. Режиссеры сталкиваются с многочисленными проблемами, которые могут разрушить их фильм. Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются режиссеры – управление логистикой съемок. Это включает в себя координацию с многочисленными отделами, такими как съемочная группа, отдел звука, команда освещения и многое другое. Обеспечение того, чтобы все оборудование было на месте и функционировало оптимально, является сложной задачей, требующей огромного внимания к деталям. Любой технический сбой может привести к задержке съемок, что приведет к перерасходу бюджета и общей потере времени и ресурсов. Еще одна проблема, с которой сталкиваются режиссеры – это управление актерами. Несмотря на то, что актеры являются профессионалами, они могут быть темпераментными и непредсказуемыми. Некоторые актеры могут не появиться вовремя или быть не в том настроении, чтобы произносить свои реплики. В таких ситуациях режиссеры должны быть терпеливыми и дипломатичными, используя свои навыки работы с людьми, чтобы мотивировать актеров и вернуть их в нужное русло. Еще одна проблема, с которой сталкиваются режиссеры – управление бюджетом. Кинопроизводство – дорогое удовольствие. Режиссеры должны следить за тем, чтобы они не выходили за рамки бюджета и в то же время создавать высококачественный фильм. Это требует тщательного планирования и составления бюджета, пристального внимания к расходам и готовности принимать трудные решения, когда это необходимо. Когда мы думаем о кинорежиссерах, мы часто представляем себе, как они удобно сидят в своих режиссерских креслах, выкрикивая приказы своим актерам и съемочной группе, воплощая в жизнь свое кинематографическое видение. Но о чем мы не часто задумываемся, так это об огромном давлении и стрессе, которые сопровождают работу режиссера. Долгие часы работы, сжатые сроки, постоянное решение проблем и попытка сохранить творческое видение, могут серьезно сказаться даже на самых опытных режиссерах. А когда что-то идет не по плану, разочарования и досады могут быстро перерасти в агрессию. Они могут огрызаться на своих актеров и съемочную группу, набрасываться или даже бросать предметы в приступе ярости. Режиссеры нередко бывают настолько поглощены своим видением, что теряют из виду более широкую картину, а их поведение может стать неустойчивым и непредсказуемым. Представьте, что вы сидите в темном кинотеатре и смотрите последний блокбастер на большом экране. Вы полностью погружаетесь в историю, окружены видами и звуками фильма, чувствуя, что находитесь прямо в центре событий. Теперь возьмите все это и умножьте его на сто. В этом сила виртуальной реальности. Технология виртуальной реальности уже оказала значительное влияние на индустрию развлечений. Благодаря виртуальной реальности вы можете участвовать в играх, на концертах и даже путешествовать в отдаленные локации, даже не покидая своей гостиной. А как же кино? Как виртуальная реальность может изменить то, как мы смотрим фильмы и сериалы? Виртуальная реальность может предложить полное погружение, когда вы больше не просто смотрите фильм, вы внутри него. С помощью гарнитуры вы можете осматривать все вокруг, взаимодействовать с персонажами и даже исследовать окружающую среду. Представьте, что вы смотрите фильм, где вы можете повернуть голову и увидеть акулу или динозавра, плавающего прямо рядом с вами. Это совершенно другое впечатление от просмотра на плоском экране. Во-вторых, виртуальная реальность может предложить уровень интерактивности, недоступный традиционному кино. Вы можете выбрать свой собственный путь по сюжету. Вы сможете проследить путь одного персонажа или исследовать разные части мира фильма. Это обеспечит бесконечные возможности при каждом просмотре. Наконец, виртуальная реальность может предложить кинематографистам новый уровень творчества. Они могут создавать фильмы, специально предназначенные для виртуальной реальности, где зритель является активным участником истории. Однако есть некоторые проблемы, которые необходимо решить. Прежде чем виртуальная реальность станет основной технологией в кино, одним из самых больших препятствий является стоимость. Шлемы виртуальной реальности могут быть дорогими, и не каждый может позволить себе инвестировать в новейшие технологии. Несмотря на эти проблемы, потенциальные преимущества виртуальной реальности в кино слишком значительны, чтобы их игнорировать. Виртуальная реальность уже доказала свою ценность в других отраслях, и это лишь вопрос времени. Когда она станет одним из основных продуктов в мире кино? В будущем мы можем увидеть появление кинотеатров виртуальной реальности по всему миру, предлагающих кинозрителям совершенно новый и захватывающий способ посмотреть свои любимые фильмы. Кинематографисты получат возможность создавать иммерсивные, интерактивные и персонализированные фильмы, которые заставят зрителей возвращаться снова и снова. Будущее кино захватывающее, и виртуальная реальность, несомненно, будет его важной частью. Костюмы – неотъемлемая часть фильмов и сериалов. Они добавляют общей визуальной привлекательности постановки, а также помогают зрителям понять персонажей и историю. Художники по костюмам играют важную роль в производственном процессе. Они начинают свою работу с изучения периода времени, обстановки и персонажей, чтобы создать аутентичные и правдоподобные костюмы. Они рассматривают ткани, цвет и функциональность каждого костюма, принимая во внимание личность персонажа и требования истории. Костюмы можно использовать для переноса зрителей в разные периоды времени и даже в альтернативные вселенные. Они могут вызвать чувство ностальгии или страха и могут помочь зрителям понять мотивы и личность персонажа. Например, в фильме «На средневековую тематику» костюмы могут помочь зрителям понять социальную иерархию того времени. Члены королевской семьи будут носить сложную и дорогую одежду, а крестьяне будут носить простую. Костюмы также могут помочь установить обстановку, облегчая зрителям погружение в историю. В научно-фантастическом фильме костюмы также могут использоваться для представления футуристического мира и культуры, в которых разворачивается история. Костюмы могут отражать передовые технологии, инопланетные расы и социальные нормы мира, в котором живут персонажи. Они могут варьироваться от гладких металлических комбинезонов до сложной одежды, вдохновленной инопланетянами. Футуристические костюмы также могут вызвать чувство благоговения и удивления, перенося зрителей в мир за пределами нашего собственного. Костюмы супергероев созданы не только для того, чтобы отражать сверхспособности персонажа, но и для того, чтобы визуально передать его личность. Костюмы могут установить ценности и мотивы персонажа. Например, супергерой, одетый в темный, задумчивый костюм, может означать его серьезность и целеустремленность. Напротив, яркий костюм может представлять более оптимистичную и веселую личность. Дизайн костюма также может передать культурное происхождение, наследие или личные предпочтения персонажа. Кроме того, костюмы также могут быть использованы для создания чувства иронии или юмора в истории. Персонаж, одетый в неожиданный или неуместный костюм, может усилить комедийный эффект сцены. Когда мы смотрим фильм или сериал, мы переносимся в другой мир, разворачивающийся перед нами. Но задумывались ли вы когда-нибудь, сколько дублей нужно, чтобы сделать сцену идеальной? Ответ может вас удивить. Создание фильма сложный процесс, в котором участвует команда профессионалов, работающих вместе, чтобы воплотить историю в жизнь. Все, от режиссера до актеров и съемочной группы, играют жизненно важную роль в обеспечении идеального качества каждого кадра. А иногда это означает делать несколько дублей. Количество дублей, необходимых для сцены, может варьироваться в зависимости от множества факторов. Например, если сцена включает сложную хореографию или трюки, может потребоваться больше дублей. Чтобы убедиться, что все в безопасности, а действие выглядит реалистично. Точно так же, если сцена требует от актеров большой эмоциональной глубины, им может потребоваться сделать несколько дублей, чтобы попасть в правильное пространство и показать игру, которую ищет режиссер. Но даже, казалось бы, простые сцены могут потребовать нескольких дублей. Например, сцена, в которой два персонажа сидят за столом и разговаривают, может показаться простой. Но нужно учитывать множество переменных. Подходит ли освещение? С правильным ли тоном и эмоциями актеры произносят свои реплики? Улавливает ли угол камеры нужные моменты? Все эти факторы могут повлиять на количество дублей, необходимые для получения идеального снимка. И хотя для некоторых сцен может потребоваться всего несколько дублей, для других могут потребоваться десятки или даже сотни. Все зависит от режиссерского видения сцены и уровня совершенства, к которому они стремятся. Важность маркетинга для фильмов и сериалов невозможно переоценить. Это клей, который держит все вместе. Это двигатель, который увеличивает доход, и волшебная палочка, которая превращает посредственный фильм или сериал в хит-блокбастер. В современном быстро меняющемся мире люди засыпаны бесконечным потоком контента. С таким количеством шума новым постановкам сложно выделиться и привлечь внимания людей. Здесь на помощь приходит маркетинг. Сила хорошо проведенной маркетинговой кампании может создать или сломать успех сериала или фильма. Многие готовы посмотреть фильм только из-за хорошего трейлера. Вы когда-нибудь были настолько заинтригованы рекламным плакатом, что не могли устоять перед просмотром фильма? Это магия маркетинга. Создавая предвкушение, маркетинг может создать ощущение срочности, заставляя людей чувствовать, что они не могут пропустить последний хит. Как будто тебя пригласили на самую крутую вечеринку в городе. Показывая фрагменты информации и давая зрителям представление о том, что будет дальше, маркетинговые кампании могут создать предвкушение и заставить людей говорить о продукте еще до того, как он появится на экранах. Маркетинг также играет решающую роль в распространении контента. Без него фильм или сериал никогда не попадут в ваш местный кинотеатр. Именно маркетинговые компании убеждают дистрибьюторов рискнуть в проекте и инвестировать необходимые ресурсы, чтобы представить его аудитории. Еще одним ключевым аспектом маркетинга сериала и фильмов является продажа товаров, связанных с проектом. От фигурок до футболок фанаты любят демонстрировать свою любовь к своим любимым персонажам и франшизам. Товары могут быть значительным источником дохода для студий и авторов. Фактически, некоторые франшизы, такие как Star Wars и Гарри Поттер, приносят больше дохода от продажи товаров, чем от продажи билетов. Маркетинг играет решающую роль в реализации товаров. Создавая сильный бренд и завоевывая лояльных поклонников, студии и создатели могут сформировать спрос на товары, которые фанаты будут активно покупать.